Дорогие друзья, братья и сестры, родные и близкие, я сердечно хочу вас поздравить с наступающими библейскими осенними праздниками. Начиная с 9 по 11 сентября, а по еврейскому календарю с 29 лула по 1 тишре мы будем праздновать один из самых важных праздников или событий еврейского календаря. По традиции с этим праздником связано очень многое, сотворение первого человека, согрешение, то есть кушение запретного плода. Говорится о всемирном потоке, завершении после великого потопа, говорится о многих событиях, которых важно говорить, но я хочу сказать вам о другом. Этот год для нас является годом ожидания, ожидания нашей веры, потому что верю, что Бог хочет, чтобы мы поднялись нашим духом. Я верю, что мы, те, кто ожидает очень невероятного, удивительного, простого даже, может быть, получим в этом году. Для меня это важно. Для меня 5779 год важен для того, чтобы получить в своей вере ту надежду, которая меня не будет постыжать. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиех, Бетель, двух общин, которые в сотружестве не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет? Мы не знаем, но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.